Деток награждают. Всем привет, начинаем наше видео, поздравляем Софийку, София заняла первое место, София ты молодец, в общем такая грамота у нее за перше месяце и такие подарочки им еще дали, такой вот подарочек, София это что тут, бабочку рисовать, в общем такой вот, а заливать, мы только что приехали, бабочка какая-то формочка, ну в общем Софийка будет заниматься тут делать, а я буду жарить картошку, София попросила сильно картошки жареной хочет, сейчас мы рыбки купили, покажу вам, всем привет. Нет. Мы там не снимали, мы спешили, утром быстренько поехали, ничего не сняли, ну только поснимала как София выступала, вот так что первое место, Софийка, надо забирать грамотой, я не сомневалась, что ты у нас будешь победителем. Так, а я купила, Софийка, ну порадовать сладенько, вот такие вот пироженки, пироженки с кремом каким-то, по-моему с этим, со смородином вроде, да? А потом домой купила нам вот такие тоже печенюшки, и что мы еще, а селедку сейчас покажу, про весну купили. Я купила, как захотелось, думаю, раз будем рыбку жарить, ой, рыбку, картошку жарить, вот такие две, две рыбешки, сельдь провесная. Сейчас я, пока будет картошка жарить, я ее почищу. А я, девочки, вчера, смотрите, что делала, София утром встала, говорит, мама, а что это? Она вчера вечером мне просила блины. Я говорю, да когда мне их жарить? А потом я ж поздно ложусь, я говорю, посуду помыла, стрим же вчера провела. Уже вечером София спала, уже, наверное, в 12 ночи, так я еще блинчики жарила. Софийка рада, я такая проснулась, мы утром кофеек попили, и блинчики покушали. А я сейчас тогда картошку начищу сейчас быстренько, а потом включусь, с вами поболтаю. Пока картошку чищу, София вам хочет что-то рассказать. Я сейчас буду рисовать картину, и оказывается, это глиттерный лак. Картинку покажи. Вот, тут разные картинки. У меня, конечно, не солнышко, а мне сейчас покажу. У меня вот такая вот бабочка. И что там надо делать? Получается, здесь ты заливаешь формочки, любым сетом, какой вам понравится. Отдельные формочки. А формочка там? Да, ну поставь на паузу, покажи. Так, я привезла. Никит, тихо. Никит. Это... Пауза включи. Я уже включила. Ага. Это формочка. Не, Дада, нет. Нет. Это Софина игрушка, не давай ей. Убери, София, вон до спрятай. Хорошо, а потом смотри, что. Это формочка, куда надо заливать вот эти вот разные-разные цвета. Она прозрачная, а вот тут заливаешь в дырочки. Покажи, чем заливать. Сейчас покажу, чем заливать, да. А заливать надо вот такими вот цветами. Причем они, видите, с блесточками. Это глистерный, показывает. Это глистерный лак. Глистерный лак, да? Да. Потом. Там еще рассказывается, что когда вы залили его, получается, вот сюда вот этими вот разными цветами, ему надо полежать, чтобы он высох. Потом он высыхает, вы его переворачиваете и достаете, и у вас получается красивое, как говорится, рисунок. Бабочка, рисунок, формочка, да, такая? А может даже его отвидишь, может тут его пусть он засохнет и так и будет, это как рамка. Ну, можешь показать, как должно получиться. Вот так, короче, должно получиться. Я не буду именно отсюда расрисовать, я буду своими цветами делать. На свой вкус. Бабочка, глистерный лак, ручка, аппликатор. У меня всегда ручка, аппликатор. Все, почистила картошечку, Софийка пошла рисовать. В общем, рисует рисунок, сейчас посмотрим, что у него получится. Но он еще высохнуть должен. А мы чуть-чуть задержались. В школе, получается, пришли. Ну, когда там выступления закончились, а зал был украшен. Еще, думаю, так зал красиво украсили. Кое-какие декорации были, которые мы в том году делали. У нас был концерт класса. Ну, думаю, наверное, сделали так, украсили все. А потом, оказывается, это только наша учительница все организовала, украсила. Я еще осталась, получается, все ушли, а ей осталось помогать. И там висела на стене штора вот эта, которая нити. И мы спешили, сняли. И, в общем, она у нас запуталась. Мы ее сейчас, девочки, распутывали. Теперь я не знаю, хочу ли я шторы, нити в кухне. Мы, вроде бы, сразу начали плести в косу. И потом, пока до класса дошли, как-то она перекрутилась. Ну, не успели заплести. В общем, стояли, потом распутывали. Я теперь не знаю, как стирают. Это косичкой заплели, в мешочек, наверное, положили. И потом стирают вот эти шторы, нити. В общем, намучились мы. А я еще, как концерт, ну, идет, так же смотрю, зал украшен. Думаю, о, шторы, нити беленькие, так красиво смотрятся. А потом было не очень красиво. Но мы сами виноваты. Надо, наверное, было, когда эта штора висела, надо было сразу из нее заплести косу. Ну, ладно. Мы первый раз, ну, слава богу, распутали. Я, конечно, сидела, переживала, но... София у нас, кстати, выступала самая последняя. Не, не последняя. Из своей... Не-не-не, первая. Из своей категории. Это была четвертая. Там первая группа, вторая, третья. София в четвертой группе. Ну, первая выступала. Мне первый, кстати, новый выпал. Ну, да, ты ж хотела сильно вчера первый. Вот тебе и выпал первый. Так, сейчас опечку включу. Масло уже налила. Все, девочки, уже дорезала картошку. Жене, надо место освобождать, тормозок собирать. А у нас тут все занято. Так, все, высыпаем. Все, пусть картошечка жарится. Все, мы сейчас рыбешку почистим с вами. Рыбешку. Так захотелось селедки этой провесной. Кто любит такую селедочку, девочки? Я ее люблю. Мы не так часто ее покупаем. Но нравится. Сейчас я ее разделаю. Куда ж мне ее? Да в тарелочку, наверное, переложу. Пахнет вкусненько. Голову поотрезаем. Сразу тишки почуще. Женя, хочешь рыбки? Не будешь? Не будешь, Нана? Ой, молоко выкинь красивое. Оставим. Ой, сейчас надо мясо поставить, не куски еще сварить. А это с чем у нас? Проверим. Наверное, с икоркой. Ох, пиво в бутылочку. Внимательно. Нету у нас пиво в бутылочку. Нету. Ну и не надо. Да, это с икру. Вот такая икра малышки. Нормально. Все. Сейчас порежу. Помешала картошку, тоже. Чтоб не пригорело. Софик, ну что у тебя? Прикольно получается. Прикольно, да? Но потом нам покажешь. Если она успеет засохнуть. Не, ну постоит и засохнет. Она уже, знаешь, стягивается. Угу. Очень красиво просто. Там еще эти блестяшки не вообще дают. Они вышутся к золочке. Сейчас вас снова раздразню селедкой такой. А почему называется провесная? Она какая-то вот и не копченая. Это как ее готовят, Жень, не знаешь? Или как-то она, или типа вяленая какой-то, просоленная и вяленая, я не знаю. Ну, тавра соли, это другая прикопченная, а это просто такая вот провесная. Ой, она так пахнет вкусно. Прям вкусно-вкусно. И молоки сейчас порежу. Так, я посмотрела, молоко чистенькое, хорошее. Уже слюнки у меня бегут. Так, икорочку. Ну, маловатое, ну ничего. Нужно икорку покушать. Все, вот так. Вот так выглядит. Ммм, ням-ням. Ням-ням. Так, какая у нас красота получается. Буду без лука жарить, кстати, они очень любят с луком. И так просто пожарим. Классно. Хлеба, Женечка, я знаю, что ты сегодня купил хлеба. Эй, девочки, вчера блинчики нажарила, все. Подготовила на ночь кофеварку, засыпала кофе, водички залила, установила таймер, и утром жду. Время 8 утра, кофе мне пахнет. Что же такое? Что же такое? Кто-то пришел с работы. Нет, ну я же не знал, что ты его поставил на таймер. Уже я пришел? Я не понимаю, как там. Я инструкцию почитала. Ну, я же прохожу, смотрю, горит, не пойму, думаю. Глянул, пустая чашка, думал, что за дела. Ну, он уже забыл вылечить. Ну, я тут дерг и пошел. А я утром встала, думаю, что мне кофе не сварил. Не готовился, не приготовился, да. Женя на работу собирается, тормозочек себе крутит, вертит. Так, не показывай, что я, а то это самое сейчас. Хороший тормозочек мясика кушает. Молодец. Ну, София, жарится картошка. Сейчас вам покажу печеньки. Вот эти вот, кто любит такие, с семечками. Оно такое, как фитнес-печенье называется, сухое. Мне нравится. Оно не сладкое такое, вкусненькое. Ой. Так, девчонки, показать вам погоду у нас. О, у нас все деревья попиляли. Вон там дальше. Все деревья пиляют, пиляют и пиляют. Все, в общем, попиляли. Все попиляли, да? Микусик, Лохматусик, привет! Привет, Желатой! Не знаю, обычно пиляют осенью уже. Нет, сейчас. Пока сок не пошел с деревьев. Собережение пока не началось в деревьях. Понятно. А потом, когда нас начнет расти, будет, это самое, наставки. Так, я сейчас, наверное, поставлю мясо, надо сварить муки. Там мне маленький кусочек остался говядины, а на вечер надо уже курочку буду варить. Курочку купила и курочки. Сварю сейчас картофанчика. Как накушаемся, как спать хочется. Без чего? Без карбонары. Она не по акции, я не брала. Я в это бы сегодня даже не ходила. Мы у нас тут в магазине, в нашем доме скупились. Зовет меня. Посмотрим, что тут Софийка. Ну что, зайка? Вот. Ух ты, какая бабочка. Только что-то как-то на картинке оно лучше, да? Может, уж я очень мало цветов. Мало цветов. Да, Софик, надо больше наливать. Прям заливать. У меня просто их очень мало. Ну смотри, у тебя... А, ты синеньким сейчас заливаешь, да? Что, прям вот так? Смотри, у тебя остался оранжевый. Вот заливай его, заливай, чтобы прям такая, чтобы насыщенная была. Такая красивая бабочка. Давай. Эй, эй, я... Так, поставим мясо варить. Девочки, всегда, когда в конце картошки, добавляю кусочек сливочного масла. Уже когда картошка готова. Очень вкусно получается. Сейчас масло растает. Будет очень вкусная картошечка. Ну, она уже все готова. Аппетитная. Милочка. Всем приятного, мальчики, аппетита. Картошечка. София, что есть рыбки, да? София, картошку с молоком. Самая вкусная. Да. Вот это вкусная рыба, но... Что-то ее, как селедка, не почистишь. Не очень удобно. Приходится выбирать кости, вымазывать руки. Ну, блин, дома можно. Вот если в гостях, не очень удобно. А так сидишь себе, наслаждаешься. Рыбку кушаешь. У меня уже глаза закрываются. Ты хочешь спать? У меня так спать охота. Мне тоже. Поздно шлягла? Глаза закрывается. Они мне не открывались только. У нас не открывались? У меня. У тебя? Черный клебушек. Все как положено. А я думала, Женя, ей купила две. Думаю, ты будешь кушать рыбку. Женя не хочет, говорит, потом будет пить хотеться все равно, да? Ну, да, еще картошка жареная пришла. Нет? Я буду поработать, так не буду пить. Ну, ты же берешь с собой попить. Ну, ты берешь, ну так. Можно, наверное, потихоньку, а есть, да. Можно все выкручить, еще и не хватит. Ну, тогда не надо. Папа кое-что спрятал? Вам идеи для ужина? Или для обеда? Тупо. Жареная картошечка с селедочкой. Провесной. Я вставила, думаю, что я обычную селедку взять. Потому что, ну, смотрю, это такая красивая лежит. Кушай, Супико. Кушай. Ладно, девочки. Буду прощаться. Всем приятного аппетита, кто кушает. Дальше дразнить не буду. А то неудобно есть и кости выбирать. Не знаю. Сегодня, наверное, уже ничего не буду снимать. В принципе, мне ничего сегодня и не надо, да? Да. Ладно. Все. На сегодня маленький такой влог. В общем, Софиечку поздравляем. С первым местом, зайка. Молодец. Спасибо. Я за тебя рада. Сейчас мы покушаем. Чайку попьем. Ну, будем отдыхать. Отдыхай. На сегодня тогда все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.